Он ее посмотрел и высоко оценил. Он сказал, что она захватывает дух. Так и сказал. Некоторые моменты в этом фильме захватывают дух. Для меня, как для начинающего кинематографиста, это очень многое значило. Вкус черешни – один из самых знаменитых его фильмов. Он получил пальмовую ветвь в Каннах, обрел популярность, был куплен для показа во многих странах мира. Но ведь вкус черешни – это своего рода парабола, притча. Если говорить об идее фильма, это идея самоубийства, попыток самоубийства. Как рассматривать эту идею с мусульманской точки зрения? Я думаю, тут точка зрения проста. Ислам запрещает самоубийство. Самоубийство считается великим грехом. Но мне кажется, с этой идеей режиссер обошелся довольно деликатно. Однажды утром я встал до рассвета и кинул веревку в машину. Мой разум помучился. Я решил покончить жизнь самоубийством. Я отправился в Мионе. Это было в 60-м году. Добрался до тутовой плантации и остановился. Было еще темно. Я закинул веревку на сук, но она не зацепилась. Я попробовал раз, другой, но все бестолку. Тогда я залез на дерево и завязалку покрепче. Потом чувствую под рукой что-то мягкое. Я смотрю, шелковица. Восхитительная, бордовая, сладкая ягода. Я съел одну. Она оказалась такой сочной. Затем вторую и третью. И тут заметил, что над вершинами гор встает солнце. И какое солнце! Какой вид! Какая зелень! И если в этом фильме и есть послание, хотя сам режиссер против каких-либо посланий, мы можем прочитать эту идею так. Жизнь бесценна. Она наполнена, казалось бы, незначительными, но очень важными вещами. И мы должны это понимать. Но финал остается открытым. Мы не знаем, убивает себя герой или нет. И этот момент оставляет место для оптимизма. Это точно. Так что будем и мы оптимистами. Да, однозначно. Спасибо, спасибо, что пришли. Спасибо вам большое. У нас в гостях был иранский режиссер-документалист Шахин Пархами. И мы говорили о творчестве Аббаса Керастами, его картине «Вкус черешни», который вселяет надежду на жизнь, невзирая на все трудности, с которыми сталкивается человек. Надеюсь, что это послание будет понято и нашими зрителями, поскольку этот фильм, пожалуй, самый известный и самый популярный из фильмов Аббаса Керастами во всем мире. Приятного просмотра. Продолжение следует...